Приветствую вас! Вы знаете, Аня, если вы в чем-то не бравы, если вы в чем-то не бравы, то только пожалуй в одном. Не бравы вы в том, что требуете от своего молодого человека, начали требовать от своего молодого человека заранее того, чего он вам дать не мог. То есть вы сами сказали, что вы находитесь в отношениях с тем, кто не может нести ответственность за себя. И вы в отношениях с тем, кто перекладывает ее, это самая ответственность на других. Но ведь мужчина, он по сути всегда был таким. Мужчина по сути не менялся. Вы его выбрали. Вы вступили с ним в отношения. Я полагаю, я полагаю, ожидаю, что он изменится. Я полагаю, что, как бы, надеюсь, ну не знаю, его, может быть, перевоспитать, может быть, его переделать. Вот. Вы побравьте, если я не брав здесь. Но, пока что, пока что, все выглядит именно так. И за что вы ему, за что вы претензии ему предъявляете? За то, что он действовал так, как действовал изначально. За то, что он действовал так, как действовал всегда. Я, по сути дела, просто ваше отношение, ваше отношение к этому изменилось. И теперь, сейчас, вам этого уже не хватает. Сейчас, вам хочется, ну, вероятно, чего-то другого. Вам от него хочется какой-то поддержки. Вот. Но, если вам хочется поддержки, то здесь нужно либо самостоятельно ее для себя реализовывать, да? Прикорректировать свое поведение так, чтобы не нуждаться в ней, в этой поддержке. Либо найти себе такого человека, который мог бы вам предоставить то, что вы нуждаетесь. А пока получается, что вы выбрали себе мужчину и обвиняете его в том, что он вот такой, как он есть. Знаете? Ведь он-то не считает проблемой свое поведение. Он-то не считает, что у него есть трудности. Он-то не считает, что, значит, что он поступает как-то, ну, как-то не так. Вот. Понимаете? Какая история. И если для него это не проблема, то вам нужно либо принять его, таким как он есть, либо уйти. Вот. Как вы понимаете, основной момент здесь это такой момент. Зачем вы с этим человеком в отношениях находитесь вообще? Да? Для чего? Зачем вы с ним в отношениях находитесь, если он вас не устраивает? Во всех смыслах. Как я понял. Ну, вот, в плане поддержки и так далее. То есть я могу согласиться с тем, что его поведение, оно, как бы, ну, действительно, неконструктивно. Неконструктивно. Вот. Я могу с этим, с этим согласиться. Но вам от этого не будет легче. Вот и всё. Так что, здесь нет правых. И виноватых здесь нет. Вот своя позиция, ну, своя. И вы изначально все свои проблемы решали сами. Вот. Мужчина думал, что вас это устраивает. А теперь выясняется, что он нет. Теперь выясняется, что вас это не устраивает. Теперь выясняется, что вам это не нравится. Ну, ну, не нравится, что он так себя ведёт. Вот. Есть вариант, конечно, попробовать мужчину замотивировать. Да, замотивировать на, там, ну, на перемены, да, на изменения какие-то. Есть такой вариант. Но захотите ли вы этого, захотите ли вы его мотивировать? Вот. Это большой вопрос. Вот. Ну и скандал, скандалей правых нет. Это совершенно точно, потому что каждый ответственен за то, что скандал произошёл. В этом смысле мужчина, он как бы не прав, он не прав в том, что ввязался, ввязался в скандал с вами. Вот в этом, в этом он не прав, потому что ничего хорошего из этого, изначально, быть не могло. Ну, весь его поведение деструктивно. А вы со своей стороны поступили, ну, достаточно опрометчиво выбирает себе такого человека и непонятно на что надеет. Так что смотрите на то, что вам нужно, смотрите на то, чего вы хотите и здраво оценивайте возможности для этого у, к примеру, своего молодого человека. Здраво оценивайте возможности для этого у себя. И требовать от человека того, что он не может заранее гиблая-гиблая история, которая будет выливаться только в скандалы, потому что отношения без безусловного принятия партнёра невозможно. Ну, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Рекомендую вам выстраивать более зрелые отношения. Вот. Как со своей стороны, так и со стороны партнёра, да. То есть, как бы, если вы зрелая личность, то и в отношениях нужно строить более зрелый личность. Я надеюсь, что если у вас такой мужчина, то он никогда и не изменится, если вы сами все проблемы решаете, как бы, да, зачем менять? Вот какой ему смысл что-либо делать? Просто подумайте об этом. Вот какой смысл ему, да, что-либо менять? Зачем? Для чего? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.